Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Тема, которую я ввел в занятия в Потеряевке с 91-го года. Ну и до 90-х годов. Дальше. Приобретайте друзей. Все, что имеем, считай это своим, но оно не наше, а дано Богом. И потому мы лишь слуги, смотрители над богатством, чтобы правильно им пользоваться. Огромче считай. Лука. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? Псалом, что первый. Не найдитесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Экклезиаст. Умножается имущество, умножается и потребляющий его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами. Если бы каждое растение потребовало свое назад, и каждое животное свои шкуры, шерсть, то мы бы остались бы голые. У всех нас какие-то шапки, обувь, они же не наши. Растения разговаривают между собой. Судей. Тверновник сказал деревам. Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из тверновника и поржет кедры ливанские. И все, что нам верено, нужно приобретать друзей. Что такое друг и кто он? В чем его ценность? Друг это второй я, Иоанн Златоуст. Друг защитит тебя, может, и поможет в нужде, покроет твою тайну, даст добрый совет, погасит о тебе худую молву, строго облечит тебя за согрешение, поскорбит с тобой в беде, не бросит тебя, помолится о тебе, не позовет на худое. Сирахов. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Иной из-за стыда дает обещание другу и без причины наживает в нем себе врага. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Великое горе и печаль потеря друга и смертельная рана в душе тоски, когда друг превращается во врага. Как приобретать друзей? Как понять, друг или он? Кто к тебе ездит, кто ищет тебя, кто любит тебя, даже знает твои недостатки. В горе, которое на тебя брушится, он постоянно заботится о тебе и приезжает и прощает тебя. Мы не можем сказать, что в том порядке и будет у тебя все так именно, когда ты будешь приобретать друга. Даже святые рассматривают одни и те же добродетели, но отдают им разное место в полном их перечислении и количество разное. Приобретайте богатством, богатством тела и души, и ума, и расположение. Это повеление Божие, как заповедь. Притча. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Притча. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Когда кого-то из них сажают в тюрьму, как они ходатайствуют о нем? Дают скорее всем взятки и вытащат его. Притча. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, да и делающему подарки. Сырахов. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями, а когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Не говори другу своему, поиди, приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Чтобы что-то давать, надо иметь, а чтобы у тебя было, рано надо вставать, надо хорошо работать. А кого ты приобретешь, когда у тебя шаром покати во дворе, один дохлый поросенок с сарайами замерзает, когда живешь с протянутой рукой, как господин Дай, так явно рук дружининых, тогда будет из чего делить десятину, будешь сполна отдавать, ворому богу не будешь. Это благословение Господне, Первое Царство. И пришел Давид в Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим говоря, вот вам подарок из добычи, взятую у врагов господних. Бог вас тут награждает обильно от земли, так и оттолкните с Аказией, какому баночку меду, кому семечек и овощей, у тебя от этого не убудет, а благословение прибудет на твою семью. Литр сметаны в городе уже помощь. Не о рублях только думай, ну и о друзьях. Это я в Потеряевке говорю каждое воскресенье после службы. Занятия веду вот такие. Конкретно к ним обращаюсь. Я не теоретик. Наш батюшка, куда бы ни ехал, он столько с тобой везет всегда подарков. Мы достаем много бумаги, нам это даром не дается. Сколько труда тут. Ну вот мы дали и на душе радостно. То есть мы бумагой брали в типографии отходы, которые снабжали детские сады, школы, милицию, прокуратуру, в больнице, когда не было ничего раздрай. Я посчитал бы, сколько ходил в типографию, так это около 4 тысяч километров прошел. Только в типографию обратно. То есть дальше Москвы, до Киева дошел. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанным, нежели брат. Дружелюбный никогда не считает, что ему в тягость приезд друзей. Он живет ожиданием их приютить. У него запасные постельные принадлежности и всего в достатке. Нам еще мать рассказывала о такой случае, что когда они одни сели есть рыбный пирог и увидел сын в окно, что мать идет, согнулась с клюкой. Он сразу же всморщился. Старая корга идет, ползет змея под колодное и начал резать пирог. А оттуда рыба, превратившаяся в змею, ему на шею и задушила его. Какой случай рассказывает? Ну рыба говорит о змею. А то в Иванове говорится, что рыбу просят, а подал бы змею. От Луки. Какой из вас отец, когда сын опросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Почему бы не допустить, что Бог мог дать такое, когда в житиях святых не раз подобное встречается? Авраам сидел под дубом амбрийским и вылавливал проходящих мимо. Прошу старосты деревни, это дерево, которое мы нарекли, подобие дуба Авраамова, чтобы его сохранили. Мы его огородили, и чтобы к дубу был и Авраам, а не хам. Когда мы молились, что-то он ему помешал. И он обкорнал, девять десятых с него срезал. Такое ветвистое дерево было. Первое Петра. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры, колоссянам. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кто достигает вершины добротолюбия, тот входит в число друзей Божьих. Слово друг, высшее звание, как почесть, исход. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии. Кто-нибудь захотел проверить эти слова, действительно ли так? Ведь мы рабы его. Исайя. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал с семьи Авраамова, друга моего. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. От Иоанна. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам. Другу доверяешь все, и он это принимает, как свое. Дружба обязывает не иметь в себе тех качеств, которые подталкивают друзей. Более всего убивает дружбу открытия тайны. Разрушает ее подозрительность, говорит Иоанн Златоуст. Притча. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Сатана не любит, когда люди живут между собой дружно, и начинают нашептывать, что будто ты про него именно говорил. Но ты разузнай сначала, проверь, так ли это, Сираков. «Расспроси друга твоего, может быть, и не сделал он этого, и если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того, и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывают клевета. Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешил языком своим, расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему. И дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости – исполнение закона». Еремия. «Берегитесь каждого своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Клеветы. Клеветы. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварствованию отрекаются. Знать меня, говорит Господь Серахов». Наносящий удар глазу вызывает слезы, а наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное. Просающий камень птиц отгонит их, а поносящий друга расторни дружбу. И если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно и возвращение дружбы. И если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. Приобретай доверенность ближнего в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его. Оставайтесь с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии. Прежде пламени бывают в печи пар и дым. Так прежде кровопролития ссоры. Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его. За если приключится мне через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Открывающий тайны потерял... Дальше о тайне, как говорит, вот сколько написано, посмотреть. И вот Серахов. Ибо раздражительный человек возжигает ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущим в мире. Повторять я не знающих, что когда во время выступления Маяковского поступила ему записка из зала. Мы с другом не понимаем ваших слов. Он мгновенно... Там вас слов? Стихов. Ну так читай правильно. А что ты так? Он мгновенно отпарировал. Нужно иметь умного друга. Старайтесь иметь умных друзей, чтобы они могли давать вам добрый совет. Помогали разбираться в незнаемом. А тут жалуется мне Марина Морозова, что очень не хочет, чтобы к Саше, муж ее, заезжал Роман Устинов. Ни разговоров умных и до выпивки недалеко. А мне даже и непонятно, за что она зазирает за этого. Они один другого совершенно стоят. Роман не дружит уже с Виктором Андреевичем, врачом. Второй царств. И пришел Хуисей, друг Давида, в город, а Весолом же вступал тогда в Иерусалим. Вошел в историю с эпитетом друг Давида, потому что в самые трагические дни Давида оказывал ему неоценимую помощь в плече. Масть и курение радуют сердце. Так сладок всякому друг с сердечным советом своим. Не просто балаболка, а умный, духовный совет может дать. Двойки и тройки в школе умных советов не накопят. Припомни, когда тебе друг хорошо советовал, как погасить ссору, как найти лучший выход. Друга нужно у Бога вымолить, а не на выпивке ловить. Сираха. Сладкий уста умножай друзей, а добролечивый язык умножит приязнь. 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 Отвечай, это ударение неправильности. Это, ну, четко так. Если этот друг ел мед, изучает Слово Божие. Псалом 18. А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Экклезиаст. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастпастыря. Гвоздями и иголкой сшивают, скрепляют, а если твои советы... Гвоздями, ну как гвоздями, гвоздями. Гвоздями, иголкой сшивают, скрепляют, а если твои советы и на дух не надо, то это ржавленные, гнутые, бракованные гвозди. С глупым постоял немного и уже скучно, а с умным поделишься и горем, и тут же на молитву станешь. Ко мне один приехал, и мы начали беседовать. Когда мы встали из-за стола, то прошло ровно 12 часов. У меня там беседа была, сели за стол. Когда вышли, посмотрели, 11 часов прошло. А он без ноги, даже не православный, и были в гостях, и забыли даже отобедать. Николай Нестерович, молча, чтобы вам такое рассказать, нужно было поиметь такую радость. Припомни, если было бы что вспоминать, что ты хотя бы час посидел с другом, без выпивки, без сугреба за воротник. Платон не друг, но истинно больше друг. Бывают не друзья, а собутыльники, соучастники, сокамерники, сожители. Друзья приобретаются по общему делу, как у верующего, так и у неверующего. Третье царство. И послал Хирам цартирский слуг своих Соломону, когда услышал, что его помазали в царя, на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. Уж язычник был, и как умел дружить. Давид псалмопевец у Ягова, а этот язычник. Сегодня, если ты из верующих, и узнаешь, что у тебя друг, бывший когда-то коммунистом, то рады упрекнуть тебя, ткнуть жигалом. Жигалом. Жигалом попрекнуть, кто ты с ним близок. 9 января, житие Полиев там. Дружили христианин и язычник. Водой разольешь. Полиев язычник, а не арх христианин. Ну вот наступили гонения, и христианин со слезами явился и говорит, не ожидал, что так вот придется расстаться. А чего же? Гонение открылось на нас. Так что же из того? Я тоже буду христианином. Да ты же не уверующий во Христа. Как так не верующий? Я давно уже верующий. Ты рассказывал, что я... А я все запоминал. И уверовал. Я готов креститься хоть сегодня. Ты же меня ни разу никогда и не спросил о моей вере. Вот так. Дружила, ни разу даже не спросила. Я потому не спрашивал, что вижу, что ты сам меня ни о чем не спрашиваешь. А чего спрашивать? Я и так всему в Евангелие верю. И оба были казнены. Дружба Давида и Иоаннафана. Великая и трогательная. Сын царя Иоаннафан пошел даже на раскрытие тайны отца, что тот готовится убить его друга. Пишут о дружбе на всю жизнь между Карлом Марксом и Энгельсом. Дружба настоящей почти никогда не бывает между торгашами. Сирахов. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь. Так посреди продажи и купли вторгается грех. Вот почему. Если торгаши двоят, очень-очень трудно быть в дружбе. Какие качества нравятся тебе в друге, такие же имей в себе. Притча. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Притча. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанным, нежели брат. Сирахов. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытаниям и нескоро вверяйся ему. Бывает друг в нужное для него время. Вот теперь я остановился. Пускай люди прочитают здесь, потому что большое. Большой выдержкой. И дальше. Вот здесь закончилось. И дальше. Язвительные насмешники настоящих друзей никогда не имеют. Примудрая Соломона. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка. Ибо и тайное слово не пройдет даром. А клевечущие уста убивают душу. Сирахов. Сладкий уста умножит друзей, а добролечивый язык умножит приязнь. 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 Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Видишь как? Ты видишь, кто бы он ни был. Высмири его. Не говори ничего. И ты увидишь, как поползет все. Вот я как этого Гордеева-то пробил. Слушал его полтора часа. И все, он за глоб больше не лезет. Бояться. Володя Устинов тогда говорил, 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 а я ни одного слова не говорил. То есть он все время наседал на меня сразу, больше после этого ни разу не пошел. Бояться в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчиво в словах. Причь. Прикрывающий проступок и ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Не скоро доверяйся другим. Тем, кто рассказывает тебе, что твой друг поносит тебя, стократно проверь, Сирахов. Расспроси друга твоего, может быть и не сделал он того, и если сделал, то пусть... Пусть идет не делать, мы говорили тут так. Не иди на худой и с другом второзаконие. Дальше. Если будут уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем. Ну и дальше говорят, куда они... Или друг твой. Пускай, прочитает это. Я прошу больше большие, я буду пропускать. Я задерживаю, а кому надо, тебе прочитай. Дальше. Если такой друг скажет, давай купим ворованное, ты не соглашайся. Нужно своими руками работать, и Бог тебе все пошлет в избытке. Прочтите эту историю, Второе царство. У Абнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. Очень хитрый был. Этот друг, в кавычках, погубил несколько человек в семье Давида царя. Иов. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Советует не держать слово. Договор. То есть толкает в проклятие, переставляя межу, притчи. Кто роет яму, тот упадет на нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Друзья по злодейству. Когда тут начал Саша Дмуха мутить воду, то он мигом приобщил к своему двору братьев Устиновых, Романа и Кирилла. А потом слышу, что он и говорит, что и не уважает их за их тупость, неразвитость. Он презирал их. Но на этот момент безумия они ему были нужны. И они уже у него на каращиках во дворе каждый день стояли. Срамы позоры и стыд на всю жизнь. Вот как было дело-то когда. Теперь-то нету, значит, ребята по-хорошему с нами все. А я долбил, долбил. Тогда открыто говорил, они тут же сидят на занятиях. Все луки. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой. Ибо прежде были во вражде друг с другом. Говорят, не в службу, а в дружбу. Дружба выше социального положения. Точнее счет, дольше дружба. Всегда рассчитывайся точно и в срок. Учитывая инфляцию и прочее. Чтобы не нанести даже минимальный учеб тому, кто тебе занял. Сераф. Сладкие уста умножают друзей. Умножат. Умножат друзей. И добролечивый язык умножат приязнь. Приязнь. Да. Притча. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тому царь, друг. Молись за друзей, чтобы Бог простил их, когда они что-то против тебя сделали. Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. А когда считаешь, кажется, они более верно говорили, а не в стиле. Сирахов. Не забывай друга в душе твоей и не забывай его в имении твоем. Делай добро друзьям. Прежде нежели умрешь, делай добро другу. И по силе твоей простирай твою руку и давай ему. Защищай друга, я не постыжусь и не скроюсь от лица его. Скоробяк, скорби с друзьями. Псалон 3.4. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головой, как бы оплакивающий мать. Давид и Иоаннафан, апостол Павел, Тит и Тимофей, святой Пахомий и Феодор Освященный. Павел махнул рукой на всю работу и пошел искать друга своего. Так тосковало друге, который коринфянам. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Отвеличай друга, чтобы исправить его и сохранить притчи. Человек, блестящий другу своему, растилает сеть ногам его. Получающий кощунника, наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Если обличить разумного, то он поймет наставление. Обличающие будут любимы, и на них придет благословение. А здесь хоть чуть задел обличением, уже и не друг, и ждут тебя уесть где-нибудь. Притчи. В уста целует, кто отвечает словами верными. Сирахов. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. Притчи. Не покидай друга твоего, и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Псалом 37. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Мы привыкли произносить Иоанн Златоуст. А он был, как отрезанный ломать в свое время. Когда против него воздвигли судебный процесс, то более 40 епископов было против него. И сотни священников обвиняли его. И обвинения были самые абсурдные. Крестил после завтрака. То есть привыкли натощак, как сейчас. Что бы ни читал, все начинается натощак. С чего ради натощак, откуда взяли, это вообще непонятно. Живота что ли боятся? Какую такую святость нашли в животе после вчерашнего? Он ответил опять же выдержкой цитаты из Библии, что Павел крестил стражника Стефана после ужина. Это Златоуст говорит. Обвиняли даже в блуде. Тут, конечно, оправдаться было бы не так просто. Но и здесь он нашелся. Разденьте меня и посмотрите, способен ли я на это. Я колись, я сухое, говорит. Значит, знал о чем и чем. И потому так спокойно отнесся к такому серьезному обвинению. Нас раздевать нельзя. Мы обратно докажем. Без экспертизы и кузнеца. А ты знаешь кузнеца, что там одного мальчика, одна говорит, я родила, ну вот это вот, а он еще не знает. А он тогда говорит, а так младенца, на руках. А кто у тебя? Он говорит, а вон тот кузнец, говорит, папа мой. Ну и все. Ребенок заговорил на руках. Ну я и сказал кузнеца. А ты-то и не поймешь, если не знаешь историю-то. Надо много знать, дружок. Давай. Павла обвиняли в том, что он не апостол даже. Что они и без него уверовали. Что они пришли в общину, будучи уже выше его. Это я применяю все к себе. Это мне говорили такие. Первая кресть. Это кто говорит? Женя и Щуков. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в господи. Я потом тогда стал наблюдать. Это говорят, я и до тебя это знал. Ну сказал и сказал. И что интересно, он-то в это верит или не верит, я тоже не знаю. И Бог его откидывает на тот момент, когда мы встречались. А у него дальше там-то ничего и не было. И он сейчас остался, ничего и нет. А отец Геннадий, где бы ни выступал, сейчас. Он везде говорит, как я приехал к Игнатию, как я не знал, как мне открыто было. И он самый плодовитый из всех. Через кого ваша община образовалась? Через меня. А теперь пинаете меня, клюете со всех сторон. Сатана преподает иногда 99% истины и только 1% лжи. Но ему вполне достаточно этого, чтобы отравить все. Сегодня же сатана дает 100% лжи. И они глотают спричмокивание. Это называется голый крючок. Псалом 87. Ты удалил от меня друга и искреннего. С ногом их моих не видно. Самые великие люди переживали подобное. Нужно быть верным Богу, а это попущено, чтобы испытать нас. Как будем уповать на Господа сил? Он дал друга, он же может его и удалить. Благодари Бога, что тебе иная роль досталась на этой жизненной сцене. А этот жребий, быть неверным другом, мог пасть и на тебя. Тогда бы как? Не покидай друга твоего и друга отца твоего. И в дом брата твоего не ходи, где несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Из духовных песнопений. Друзья бегут, и в пытках тесноты останусь я. Со мной остаться, останься ты. Везде измена. Я от вражды вокруг, друг неизменный. О, со мной прибудь. Великое несчастье, когда друг, жена изменяет и делается врагом. Веремея. Но поистине, как жена, вероломно изменяет другу своему. Так вероломно и поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Сирахат. Сядет муж ее среди друзей своих и услышиваний, горько вздохнет. Мучители, пытая христиан, обещали много, и то, что будут их друзьями, в Троемоковейске. Антиох же, думая, что его презирает, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верить ему в почетные должности. Сирахат. Он шесть братьев уже казнил на его глазах, и этому еще обещает. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Седающий хлеб мы льстивый языком. Видим, что у некоторых нет ни одного друга, и к ним никто не приезжает никогда. За тебя некому будет и помолиться, когда умрешь. А вот за это ты уже ответишь, говорит Златоустый Сирахов. Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгнет дружбу. Поносящий, как по носам, дерьмом забрасывает, а потом лезет к тебе же зачем-то. Постоянно лезут в твою жизнь, копают и роют яму. Жизнь каждого есть книга, ибо судимы будут каждый сообразно дел своих, как написано в его книге. Откровение. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и книга, иная раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Если ты в моей книге копаешься, и лезут в нее и баптисты, и адвентисты, и старобрядцы, и новобрядцы, то значит она интересна. Неинтересная книга стоит на полке или на складе присневеет, как твоя собственная книга, твоей собственной жизни. То ты боишься в нее заглянуть хотя бы раз в жизни, чтобы подбить к эпилогу. А все в мою заглядываешь. В мою книгу заглядываешь, в мой. Придется, видно, мне написать все-таки свою автобиографическую книгу, чтобы могли насладиться люди. Скучно вы живете, вы меня не унизили, что в моей жизни копаетесь, но себя обнаружили, что вы и неинтересны. А я вот твоей жизнью вообще никак не интересуюсь. Еще книг у меня не было, это 90-е годы. И так получилось, что написал. И еще ни разу я в своей жизни, ни чьей жизнью не интересовался вообще. Тем более, чтобы тебя или других о тебе расспрашивать. Даром мне это не нужно. Мне даром это не нужно. Мне нужно интересно жить и другим дать пример. Этот азарт жизни я сохранил до сего дня, как будто мне 18 лет, а не 60 лет от роду. 60, а уже 77. Могу показать дневники мои за 35 лет, а ты ни одного дня не записываешь. Вот моя переписка, письма переплетенные, 67 томов и 500-600 страниц. А ты только яд свой копишь и брызгаешь им. И как не надоест, одно и то же, муссирует, когда и что я сказал. Почему так к моим словам привязывается, даже больше, чем к делам? Говорю я вам, горьких слов много, но вы опять вот у меня сидите в гостях. А другой истощился на ласкательство с тобой, и ты ему не нужен. И он уже давно достатрился на стороне. Похвалы должны быть заслуженными. А то к Серафиму Саровскому приходит генерал, весь в орденах, да еще в надменности рюкзак при нем. А когда выходит от старца, то все ордена отцепились и в пыль упали, потому что они им не заслужены. Штабной деятель. Отлепились все, все колодки брежневые, все упали. А Серафим ему говорит, значит, и не заслужены они тебя были. Что может быть печальнее, когда друг, которому ты доверялся, станет самым настоящим врагом, и на суде мирском будет глушить тебя, Серафим. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к приношению твоему. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Солом 54. Ибо не враг выносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, который будет для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет над них смерть, да садут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их, левитам. И споткнулся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует и не будет у вас силы противостоять врагам нашим, Захарий. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. Вот так. Убиваемый друзьями, Цезарь воскликнул. Брут, и ты с ними? Сколько таких с ножами гонялись и за мной? Да вот я еще дышу, радуюсь с Библией в руках, и вижу ваши благодарные глаза. Так, человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил, Сирахов, и не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор. Так и грешник двоязычный, Сирахов. Уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых, и скорбь измождит их прежде смерти их, Сирахов. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель или друг обращаются во врага? О, злая мысль! Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него. Приятель помогает другу в трудах его ради чрева, а в случае войны возьмет защит. Не забывай друга в душе твоей, и не забывай его в имении твоем. Солом 119. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Протеерей магистр Пивоваров Борис в Новосибирском окадемгородке принимал на исповедь знающих меня, только тогда, когда приходящие сожгут мои пленки, с моим голосом. Так мне передавали бывшую меня в доме. А там записаны Библия, полное собрание творений святого Яна Златоуста, полное житие святых и многое другое православное. Это из чего ж так воюет отцы против святых сокровищ? Да, только потому что моим голосом. А книг еще не было. Гусь свинья не товарищ, потому что дикие гуси очень высоко летают, а свинья головы к небу не может поднять. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Во времена Хрущева эту поговорку перефразировали. У него был зять, Аджубей Алексей. Был он в отделе пропаганды и главный редактор газеты «Известия». Не имей сто рублей, а имей тестя, как Аджубей. Серахов, если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. У меня уже полпорога истер. Перед кончиной мира дружба будет очень редким явлением. Тетия ездра. Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг против друга. Тогда сокроется ум, и разум удалится в свое хранилище. И будет в то время вооружаться друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источника остановятся, и три часа не будут течь. Трудно быть другом упрямым, упорному с врагами. Серахов, упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Кто не умеет уступать, они всегда будут в ущербе. Так было видение, что двое несут бревно поперек двери, и никто другого не пропускает вперед, и всегда в ответ. Это мои проблемы, я сам их разрешу. Таких нужно сокрушать от юности, пока вот такая она еще бегает. Нагих, Серахов, нагибай вы его в юности, и сокрушай ребра его, доколе оно молодо. Да вы сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Стихотворение вождь. Не было коварнее, злее, на земле за все ее века, нелюдя, что сохнет в мавзолее, с роковым клеммом большевика. Нелюдя, нелюдь лежит там. По России вражеской напастью прокатилась суть его идей. Ради власти пользовался властью этот выдающийся злодей. Дерзостный хулитель нашей веры, брошенный в Россию сатаной, заразил бацилу и химеры по частям и в целом шар земной. Он возражений не терпел. Своих друзей и оппонентов, и этот грех гвоздем сидел, в нем выдали злого компонента. Интеллигенция говном именовал великий гений. Ее как главный агроном предозначал для удобрений. Россию вовсе не любил. Позволял врагам ее в угоду, борющую из злых и темных сил, противостоять всему народу. Что подержаться у Кормила, о несмываемом позор, он в стране, а отнюдь ему немилый, голод инспирировал и мор. И сперва был принят как мессия, ждал всегда которого народ. Но ошиблась бедная Россия. Все произошло наоборот. По России в качестве обновы разослал подручных егерей, заложил фундаменты и основы концентрационных лагерей. Дьявольским приемом демагогии ловко оболванили народ. И в него уверовали многие, только преимущественно сброд. Все тогда от серых дней устали, идол же умалишився сник, и борозды правления принял Сталин, идола достойный ученик. До сих пор прошедшая эпоха в нашем подсознании живя, с грузом этим жить довольно плохо, но реальность наша такова. Верно, позабудутся, сотрутся эти роковые письмена. Все народы к Богу вернутся, светлые настанут времена. Рога Владимир Егорович, Барнаул, телефон 248194. Да, вот так. Это вот обо мне на техотворение написал его пламенные речи. Вот так. Ну что, один мы спроводили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова